Подключение и настройка фитнес-браслета к Xiaomi Mi Smart Band 6. Для подключения браслета находим в инструкции QR-код приложение MyFitness и устанавливаем его на телефон с Google Play. Разрешаем приложению включения Bluetooth, соглашаемся с условиями использования, выбираем свой регион. После этого переходим в меню профиль и создаем свой аккаунт. Для его активации нужно будет перейти из полученного на почтовый ящик письма по ссылке и завершить регистрацию. Входим в свой аккаунт и настраиваем свои параметры. День рождения, пол, рост и вес. Жмем на плюсик справа вверху и добавляем свое устройство. Добавляем разрешение на доступ к местоположению устройства. Соглашаемся с юридической информацией. После этого браслет подключается к вашему устройству. Еще несколько страниц с небольшими подсказками об измерении кислорода в крови, пульса, видах тренировки и мониторинга дыхания во время сна. Проверяем, чтобы были активированы уведомления приложений и входящие вызовы. Переходим в настройки и разрешаем доступ к уведомлениям нашему приложению. Теперь выбираем в списке приложений разрешение для нашего приложения, чтобы оно могло отправлять уведомления. Подтверждаем разрешение доступа к контактам и управлению вызовами. Теперь кажется все. Если потребуется обновление, то обновляемся. Рассмотрим функции и настройки меню устройства. Перейдя в меню циферблаты, получаем возможность скачать любой новый циферблат для своего браслета. Уведомления приложений. Здесь выбираем приложения, от которых на браслет будут приходить уведомления. Я выбираю смс-сообщение, почту, сообщение пылесоса, когда он закончит уборку, либо застрянет, чтобы спасти его, телеграм и камеру видеонаблюдения. Думаю, что злоупотреблять не стоит, так как активные уведомления будут только отвлекать. Ну и самое главное, выбираем получение уведомлений от входящих вызовов. Можно указать, чтобы в ответ на звонок телефон отправлял смс-сообщение. Либо из заготовленных шаблонов, либо создать свой. Ну и время задержки указываем. Разрешение на фоновую активность. Для того, чтобы приложение правильно работало, необходимо указать, чтобы оно работало в фоновом режиме. Для этого разрешаем автозапуск приложения. Переходим по ссылке в настройки, приложение, запуск приложений. И проверяем, чтобы Mi Fitness ползунок был включенным. Настраиваем управление питанием через настройки. Заходим в настройки. В строке поиска находим оптимизация работы батареи. Выбираем закладку запрещено и указываем запретить. Тем самым приложение не будет отключаться при оптимизации работы батареи. Сразу же в разделе батареи, использование батареи для нашего приложения, проверяем, чтобы были активны все разрешения. Меню мониторинг здоровья. Устанавливаем частоту измерения пульса и можно увеличить частоту измерений во время тренировок. Активируем продвинутый мониторинг. Отслеживание дыхания во время сна. Если ваша деятельность имеет стрессовый характер, то круглосуточный мониторинг стресса каждые 5 минут. В дальнейшем будет понятно, какие функции лишние и их можно будет отключить. Легкая активность. Эта функция нужна тем, кто ведет сидячий образ жизни. В этом случае браслет будет каждый час подавать сигнал о том, что необходимо встать и немного размяться. Здесь же настраиваем время активности. Уведомление о достижении цели. Если вы выполните дневную норму активности, то браслет об этом подаст сигнал. Будильник. Как и в мобильнике, можно настроить несколько будильников. Во вкладке события можно настроить кучу напоминаний. Погода. Во вкладке погода настраиваем наше местоположение. При этом необходимо, чтобы был разрешен доступ к местоположению. Доступ к геолокации и включена синхронизация приложения. Можно добавить несколько часовых поясов. Например, добавим Чехию. Вкладка тренировки позволяет настроить порядок отображения виджетов тренировка. Их можно поменять местами, добавить новые и удалить невостребованные. Можно добавить не более 11 тренировок. Функция камера позволяет дистанционно управлять камерой телефона. Для активации этой функции необходимо разрешить доступ к контактам. Теперь запускаем камеру на телефоне. Заходим в меню Дополнительно на браслете. Камера. При нажатии на беленькую кнопочку происходит спуск с отвора телефона. Виджеты. Выбираем приложение, которое появится на браслете при свайпе влево или вправо. Во вкладке сортировка можно отсортировать порядок отображения. Поднятие для активации. Для удобства использования включаем функцию поднятия для активации. В этом случае при поднятии кисти руки будет включаться экран браслета. Устанавливаем время, когда работает эта функция, чтобы не включался самопроизвольно ночью. И выставляем чувствительность. По умолчанию достаточно. Вибрацию настраиваем для необходимых уведомлений. Можно для определенного вида уведомлений настраивать свою последовательность вибраций. Для этого несколько раз ударяем по экрану и записываем вибрационную последовательность. Теперь присваиваем имя и можно использовать для настроек. Ночной режим. Ночной режим позволяет уменьшать яркость экрана в заданное время. Эту функцию можно отключить, установить автоматическое отключение до заката и указать по расписанию. Можно выбрать запястье, на котором удобнее вам носить браслет. Найти устройство. Позволяет подать сигнал на браслет, если вы не помните, где его сняли. Режим обнаружения позволяет сделать видимый браслет для окружающих Bluetooth-устройств. То же самое касается функции передачи данных о пульсе. Перейдя чуть ниже, можно выбрать язык. Распознавание запястья позволяет ввести код, который активируется при снятии браслета. И в дальнейшем при одевании его на руку придется ввести код, чтобы вашим устройством никто не смог воспользоваться. Код шестизначный. Модель версии и серийный номер устройства можно посмотреть в меню об устройстве. Давайте посмотрим, что есть во вкладке здоровья. На главном экране график с данными о потраченных калориях, пройденной дистанции и времени разминок. Жмем на график и в развернутом виде получаем информацию. Здесь можно следить динамику по дням, по периоду нагрузок. Устанавливаем посильные для нас задания. Первое время усердствовать не стоит и нагрузку наращивайте постепенно. Более подробную информацию можно узнать под меню о целях. Если вкратце, то вся информация направлена на стимулирование человека вести более активный образ жизни. По каждому параметру можно получить развернутую информацию. В меню пульс приведена статистика по максимальному, среднему и минимальному пульсу по дням и часам. Браслет определяет время легкой активности, сжигания жира, аэробной, анаэробной нагрузки, максимального потребления кислорода, МПК. Если вы хотите дополнить статистику дополнительными данными, их можно ввести вручную через меню «Добавить данные». Также можно исключить ошибочные данные через меню «Все данные». В меню «Шаги» – количество пройденных шагов и расстояние. Можно посмотреть нагрузку по степени активности. В меню «Калории» – сводка о потраченных калориях. Можно получать статистику по разминке, легкой активности, уровню кислорода в крови, уровню стресса, паи, весу, давлению. Уровень кислорода в крови, сатурация артериальной крови кислородом, представляет собой процентное содержание кислорода в крови. Нормальным является значение от 95 до 100. Необходимо учитывать, что это не медицинский прибор и возможны значительные погрешности измерения. Параметр разминка ведет статистику вашей умеренной и интенсивной активности. Легкая активность – это данные о вашей активности в течение каждого часа не менее одной минуты. Уровень стресса измеряет чувство напряжения в периоды неактивности. Фиксируются четыре уровня. Покои – от 1 до 25, незначительный 25-50, умеренный 51-80, сильный 81-100. Паи – важный показатель – это показатель личной активности. Для его расчета должен быть включен непрерывный мониторинг пульса раз в минуту. Паи дает вам оценку, основанную на активности за последние 7 дней. Оценка Паи увеличивается только при интенсивных нагрузках. Просто большое количество пройденных шагов во время спокойной прогулки не будет прибавлять баллы. Уровень Паи в конце каждой недели должен быть больше 100. За один день заработать 100 баллов слишком тяжело, поэтому технология рассчитана на то, чтобы пользователь занимался спортом понемногу каждый день. При истечении 7 дней заработанные очки обнуляются и следующую неделю необходимо увеличивать показатели снова. Настроив вкладку «Вес», вы сможете следить за результатом ваших физических нагрузок. Как оказалось, у меня лишних 26 кг, хотя я считал себя всегда в неплохой форме. Данное весе можно добавлять вручную. Еще один важный показатель – это давление. Эти параметры тоже можно вносить вручную. При желании в меню «Здоровье» можно добавить такие показатели, как сон, энергия, максимальное потребление кислорода МПК, циклы для женщин. Попробуем добавить мониторинг сна. С накоплением статистики можно будет получить достаточно точную информацию о тренировках и нагрузках на организм. Если какой-то параметр непонятен, информацию о нем можно получить тут же в приложении. Не буду лишать пользователя самому более подробно узнать информацию о своем браслете. И последнее на сегодня – управление музыкальным приложением с браслета. Для этого запускаем музыкальное приложение на телефоне. Свайпом выбираем управление на браслете. Надо отметить, что браслетом у меня управляется только родное приложение. YouTube и сторонние приложения на браслете не активны. Подписывайтесь на канал. Всем здоровья!